Всем здравствуйте! Я всех рад приветствовать на уроке физики. Сегодня мы с вами разберем такую тему, как плавление и кристаллизация. И узнаем, что такое утильная теплота плавления и кристаллизация. Для начала давайте разберемся с таким понятием, как фазовый переход. Что такое фазовый переход? Один из случаев фазового перехода – это когда тело меняет свое агрегатное состояние. А мы с вами знаем три агрегатных состояния – это твердое, жидкое и газообразное. Так вот, фазовый переход – это когда у нас тело меняет свое агрегатное состояние. Вот наши три агрегатных состояния. И стрелочками показывается, какое агрегатное состояние может переходить в какое. Если мы посмотрим на 1-2, это у нас под стрелочкой 1 – это плавление, то есть тело плавится. Под стрелочкой 2 – это кристаллизация, то есть тело твердеет. 3 – это парообразование, это испарение или кипение. 4 – это конденсация. Ну и еще есть такие случаи, когда твердое тело переходит сразу в газ. В газ – это сублимация. И когда газ сразу становится твердым веществом – это десублимация. Так, и сегодня мы именно поговорим о плавлении и кристаллизации. Ну, всем вам хорошо известен случай, что лед может таять. Когда он тает, это есть как раз плавление. И начинаем мы с определения. Что такое плавление? По плавлению называется процесс перехода вещества твердого состояния в жидкое. Ну, а кристаллизация – это обратный процесс. Кристаллизация называется процесс перехода вещества жидкого состояния твердого. Я думаю, с этими определениями все достаточно понятно. Идем дальше. Здесь у нас график. На графике у нас температура тела, которая меняется с течением времени. И мы здесь видим несколько прямых. Если мы посмотрим на первые прямые – это у нас процесс нагревания льда. То есть лед от минус 20 нагревается до 0 градусов Цельсия. То есть нагревание льда. Потом мы видим, что температура у нас остается константной. То есть постоянная. Это есть температура плавления. В данном случае у нас лед плавится. Потом, когда он расплавился, температура у нас опять поднимается. Уже нагревается у нас вода. Ну и обратный процесс. У нас вода уже охлаждается. Видно, график идет вниз, то есть температура уменьшается. Потом при достижении температуры плавления, вода переходит у нас в лед. То есть происходит кристаллизация воды. Ну и потом, когда вода вся кристаллизировалась, у нас происходит охлаждение. Льда уже. Что здесь самое главное видеть? Это то, что температура плавления у льда 0 градусов Цельсия. И температура замерзания воды тоже 0 градусов Цельсия. То есть температура плавления и температура кристаллизации одинаковые. Ну, температура плавления это такая температура, при которой вещество переходит с твердого состояния в жидкое. А кристаллизация наоборот. И у нас эти температуры одинаковые. Это самое главное. Дальше. При процессе плавления вся поглощаемая энергия идет на превращение твердого тела в жидкость. И поэтому температура при этом не увеличивается. То есть тело поглощает тепло, но при этом не нагревается, так как вся эта энергия затрачивается, чтобы тело превратилось в твердого в жидкое. Ну и учитывая, что про лед и воду мы знаем, что у нас температура плавления льда 0 градусов Цельсия, оказывается, для большинства веществ есть своя вот эта определенная температура. Вот приведена табличка, в которой мы можем посмотреть для некоторых веществ температуру плавления. Ну самым оплавким веществом является вольфрам. У него температура плавления 3387 градусов Цельсия. Дальше. Количество теплоты, которое пошло на нагревание, равно количеству теплоты, которое выделится затем при кристаллизации. Что это значит? Это значит следующее. Что если у нас тело поглощает какое-то количество теплоты, чтобы расплавиться, если оно будет превращаться в твердое состояние, оно столько же теплоты выделит. То есть процессы плавления и кристаллизации, они равносильны. Только при процессе плавления теплота поглощается. В процессе кристаллизации теплота выделяется. Ну и если теплота поглощается, выделяется, ее можно просчитать. Для этого у нас существует формула. Q равняется лямбда M, где у нас Q это количество теплоты, которое тело поглощает или выделяет. M это масса тела, которая у нас плавится или кристаллизируется. Ну и лямбда это новая физическая величина, это утильная теплота плавления. Единицами измерения для нее являются джонами нагротом. Те, кто помнит тему горения в школе, могут заметить, что у утильной теплоты сгорания топлива такая же единица измерения. Ну и для того, чтобы очень быстро преобразовать нашу данную формулу, для вас магический треугольник, которым я надеюсь вы умеете пользоваться. Ну и что же такое утильная теплота плавления? Удильная теплота плавления есть физическая величина, численно равное количество теплоты, которую надо передать твердому телу массой 1 кг при температуре плавления для перехода в жидкость. Другими словами, по примеру, вот у нас табличка, лямбда это табличные значения. Для большинства веществ лямбда уже измерена. Если мы рассмотрим лед, чтобы лед расплавить, у него лямбда равняется 333 тысячи джон на килограмм. То есть, если у меня есть 1 кг льда, чтобы мне его расплавить, ему нужно сообщить 333 тысячи джон энергии. И, естественно, наоборот, когда вода замерзает, она выделит столько теплоты. Ну и еще такой пример. У льда это 333 тысячи. Еще для примера посмотрим на платины. У платины 113 тысяч джон на килограмм. Если у нас платины и льда находятся при температуре плавления, имеют одинаковую массу, то платины примерно в 3 раза быстрее расплавится. То есть, чем меньше у нас лямбда, тем тело легче расплавить. Так, ну и какая же физика без задачи, поэтому небольшие задачки. Можно ли железный гвоздь расплавить в оловянной чашке? Почему? Ответ, естественно, нет. Почему? Посмотрим в таблицу. Посмотрим на температуру плавления олова и железа. У олова температура плавления 232 градуса Цельсия, у железа 1530 джон. То есть, гвозди, естественно, расплавятся. В первую очередь у нас расплавится оловянная чашка. Я думаю, здесь вопросов нет. Идем дальше. Ну, вот очень интересная задача. Кусок льда принесли с улицы, где температура минус 5 градусов Цельсия. Сарай, температура в котором 0 градусов Цельсия. Будет ли таять лед? Почему? Ответ сразу нет. Чему не будет? Вот посмотрим на вот это уже. Вот это у нас процесс нагревания. То есть, лед у нас нагревается. Берно? Потом он нагреется до 0 градусов Цельсия. И он должен, казалось бы, в сарае 0 градусов Цельсия, лед при 0 градусов Цельсия, наверное, он должен плавиться. На самом деле, для того, чтобы он плавился, он должен поглощать откуда-то количество теплопит. Но так как в сарае 0, лед имеет уже 0 градусов Цельсия, температуры сарая и температура льда равны. Следовательно, теплообмен не протекает. А если не протекает теплообмен, нету передачи тепла. А если нету передачи тепла, тогда у нас лед не переходит в жидкое состояние. Все. Всем спасибо за внимание.